Рахмед Умер. Информационный выпуск продолжим на русском языке. Смотрите сегодня. Поразил треть стран мира. Список государств, куда вторгся коронавирус, продолжает расширяться. Выгодное сотрудничество. Впервые в Алматы российские и отечественные хирурги провели уникальную операцию. За многочасовым вмешательством следила Рамина Мирзалимова. Хищение по-крупному. Как антикоррупционной службе удалось раскрыть преступные схемы, связанные с присвоениями миллиардов экс-руководителями спортклуба «Астана»? Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получал взятку. Внучка генерала Панфилова рассказала историю своего деда. Подробности жизни великого героя в материале Дениса Зимцова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем казахстанские врачи продолжают мониторить пассажиров, прибывающих из Китая и других государств из-за эпидемии коронавируса. Под пристальным вниманием специалистов находится больше 6 тысяч человек. Всех приезжающих делят на три категории. Тех, кто прибыл из КНР, а также прилетел из стран, где зарегистрировано более или менее 10 случаев заболевания пневмонией. В медорганизации Халматы госпитализированы 33 человека с температурой и ОРВИ. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения страны. В республике имеются все необходимые лекарства и медицинские изделия для поддерживающей терапии. Подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах. А вот что касается профилактики, то медики советуют чаще мыть руки, использовать антисептики, избегать массового скопления людей. А при появлении симптомов простуды немедленно обращаться за медпомощью и по интересующим вопросам звонить в колд-центр по номеру 1406. В Алматы 16-летние девочки сделали уникальную операцию по удалению кисты халедохи. Это расширение желчного протока. Сложнейшее оперативное вмешательство отечественные хирурги провели совместно с российскими коллегами во второй детской городской больнице. Специалисты прибыли в Казахстан, чтобы провести мастер-классы. А об эффективном методе лечения тяжелого заболевания в материале Рамины Мирзалимовой. Диагноз пациента лапроскопическая операция кисты халедохи. Говоря простым языком, нарушение желчных протоков. На операционном столе 16-летняя алматинка. Девочку госпитализировали из-за сильных болей в области живота. После обследования врачи решили провести операцию. Особенностью сегодняшней операции является то, что она выполняется через проколы, то есть через лапроскопический доступ. Это достаточно редкие операции и для России, и для Казахстана. Мы поэтому приехали, чтобы показать, как это можно делать, чтобы это было понятно и яснее. Потому что вся хирургия вообще передается из рук в руки всегда. Я надеюсь, что когда-то мы еще раз встретимся с казахскими алматинскими хирургами и еще будем дальше продолжать совместное сотрудничество. По словам российского специалиста, применение лапроскопии значительно ускоряет процесс реабилитации пациента. Здесь важно все. Скрупулезный расчет и тщательная подготовка самих людей в белом. Хирурги, словно скульпторы, аккуратно удаляют кисту и накладывают швы. Три часа кропотливого труда ведущих российских и казахстанских хирургов и операция завершена. Сложное вмешательство требовало ювелирной точности, и врачи с этой задачей справились. По расчетам медиков, через пару дней после операции юная пациентка сможет встать на ноги и самостоятельно ходить, а выпишут девочку спустя 10 дней. Такие мастер-классы российские хирурги планируют провести и в Семипалатинске. Рамина Мирзалимова, Валерий Таубалдеев, Великанал Алматы. Порядка двух миллиардов тенге присвоили должностные лица спортивного клуба «Астана». Об этом сегодня на брифинге сообщил глава второго департамента антикоррупционной службы Сергей Перов. По его словам, средства были выделены на фондом «Самрук Казына» на развитие спорта и продвижение имиджа Казахстана. Однако преступники занимались растратами путем подписания фиктивных актов на проведение учебных тренировок, аренду помещений и приобретение материально-технической базы, а также предоставление подложных отчетов о целевом использовании денег. Следствием установлено, что подозреваемые покупали элитные квартиры, машины, а члены их семей летали за границу, добавил Перов. Ежегодно спонсорами бесплатно предоставлялось более 200 брендовых велосипедов, соответствующих всем мировым стандартам для участия в профессиональных гонках. Вместе с тем, при отсутствии необходимости в 2018 году заключен мнимый договор с казахстанским ТО, с занимающимся реализацией автошин на рынке в Городе Алматы, о закупе таких же шести велосипедов и запасных частей к ним на 219 тысяч евро. Раскрыли коррупционные преступления и в аграрной сфере. Выяснилось, что около 40 квази-государственных компаний необоснованно вкладывали миллиардные суммы на долгосрочные банковские депозиты, получая пассивный доход. Эти средства изначально были выделены на реализацию конкретных госпрограмм. В 2017-2018 годах акционерного общества Аграрная и кредитная корпорация Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместила денежные средства в сумме 5,3 миллиарда тенге на депозитный вклад банки. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получал взятку в размере более 11 миллионов тенге от физического лица, выступавшего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 миллионов тенге за привлечение депозита. В столице задержали фальшивого монетчика, который подделывал и распространял 5-10-тысячные купюры национальной валюты. Липовые багноты преступник печатал на специальном оборудовании. О разоблачении злоумышленника сегодня сообщили в столичном департаменте экономических расследований. По словам главы 2-го следственного управления Улжаса Сулейменова, стражи порядка выявили порядка 30 фактов реализации фальшивых денег на территории города. Самого же фальшивого монетчика признали виновным и осудили на 5 лет. В свое время были период, в принципе, это событие 2019 года. Период распространения данных купюр был порядка в течение месяца. Просто человек ходил по магазинам, по базарам, пытался что произвел, то и распространить. На сумму порядка 150 тысяч тенге были выведены с незаконного оборота. Кроме того, в департаменте экономических расследований заявили, что также выявили миллиардные хищения должностными лицами при реализации металлов после утилизации боевых припасов в городах Арыси и Отар. Сейчас по фактам ведется досудебное расследование. Палата предпринимателей Атамикен совместно с ассоциацией риэлторов Казахстана выступили с предложением разработать закон о регулировании деятельности риэлторов. Об этом стало известно во время круглого стола на тему «Вся правда об информационных агентствах». По словам собравшихся, работа представителей рынка недвижимости не прописана ни в одном правовом акте. В результате это позволяет посредникам не только уклоняться от выплаты налогов, но и беспрепятственно создавать мошеннические схемы на крупнейших информационных сайтах. На данный момент мы сейчас с ассоциацией проведем определенную работу, какую-то концепцию письма подготовим. Мы совместно подготовим идею и выразим наше мнение, направим в Министерство национальной экономики, для того, чтобы был разработан какой-то нормативный акт. Это может быть либо закон, либо постановление правительства. Это итоговые новости, смотрите далее. Новые возможности сотрудничества. Акимгород Алматы Бахаджан Сагентаев встретился с делегацией из Литвы. Какие вопросы обсудили стороны? Литва стала приоритетным партнером Казахстана. Внучка генерала Панфилова рассказала историю своего деда. Подробности жизни великого героя в материале Дениса Зинцова. Коррупция глазами актеров. Удалось ли Талдукурганским театралам донести до зрителя Алматы всю пагубность социального зла? Деньги, заработанные на чужом несчастье, никогда не пойдут впрок. Перспективы сотрудничества в сферах экономики, культуры и туризма сегодня обсудил Бахаджан Сагентаев с мерами городов Литвы. Прибывшую делегацию возглавил чрезвычайный полномочный посол в Казахстане Василий Сгентаутес. Говоря о дальнейшем развитии отношений между странами алматинских бизнесменов, призвали воспользоваться логистическим и экспортным потенциалом Литвы. А представители торгово-промышленной палаты выразили готовность поделиться опытом реализации высокотехнологичных проектов и производства продукции. В свою очередь Бахаджан Сагентаев рассказал зарубежным партнерам, что на сегодня в Алматы действуют 94 предприятия с участием литовского капитала в торговле, логистике, переработке сельхозпродукции. А по итогам прошлого года товарооборот между Алматы и Литвой составил порядка 40 миллионов долларов. Литва стала приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе, так же, как и Казахстан для Литвы в центре Азии. Наши взаимоотношения укрепляются и в части экономической составляющей. Завтра выйдет экономический бизнес-форум. И уверен, что данное мероприятие продаст дополнительный импульс активизации казахстанского и литовского сотрудничества. Трехмесячная акция «Аналар Коктемы» стартовала в Алматы. В рамках благотворительного мероприятия помощь окажут многодетным и малообеспеченным семьям. Организатором выступил социальный центр «Матери Бахатта-Отбасоми» до Ускорайона. По их задумке, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведут различные курсы по декоративно-прикладному искусству, кулинарии, основам швейного мастерства и работе с детьми. Планируется также устроить экскурсию по объектам бизнеса, которые открыли сами многодетные женщины. К слову, на сегодня в Алматы зарегистрировано более 14 тысяч многодетных семей. На сегодняшний день нашим центром уже проведена очень большая огромная работа. Оказано более 6 тысяч социальных услуг. Проведены различные мероприятия по обучению, по профориентации. И проводится различная работа по явлению проблемных вопросов. Торговля, образование, авторемонт и агропромышленный комплекс – это те сферы, где чаще заняты наши соотечественники в возрасте до 28 лет. Таковых в Казахстане насчитывается более 2 миллионов 200 тысяч человек. Большая часть молодых людей имеет среднеспециальный уровень образования. Это без малого 1 миллион специалистов. 850 тысяч имеет высшее образование. Остальные 250 тысяч – среднее. Самая большая концентрация занятости среди молодежи отмечается в Алматинской области и Алматы. Третью строчку замыкает Жамбылская область. В аутсайдерах рейтинга – Североказахстанская область – 48 тысячами человек. Помимо упомянутых направлений и пользующихся популярностью, можно отметить также транспорт, государственное управление и здравоохранение. Меньше всего молодой контингент встречается в таких отраслях, как электро- и водоснабжение. В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал Алматы запускает юбилейную рубрику «История моего деда». Мы покажем цикл сюжетов о подвигах выживших и павших казахстанских солдат, которые, возможно, по тем или иным причинам остались в тени истории. В каждом материале мы не только раскроем тайны их героизма, но и в деталях опишем нелегкую судьбу фронтовиков, отдавших жизни и здоровье за свободу и светлое будущее. Одним из ярких примеров стойкости героизма и беззаветного служения Родине можно по праву считать подвиг командира 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Васильевича Панфилова. Сам герой Советского Союза родом из российского Петровска, но возглавляемая им легендарная панфиловская дивизия была сформирована в Алматы. Здесь по сей день живет его родная внучка Алуа Байкадамова. Сегодня она рассказала, каким помнит своего знаменитого предка. Денис Зимцов слушал историю о большом подвиге великого человека. Я хорошо помню историю, я изучаю эту историю моего деда, генерала-майора, героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. Алуа Байкадамова, внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова, не всегда так хорошо знала и помнила подвиги своего деда. Говорит, что в детстве много слышала про именитого предка только от своей матери, Валентины Ивановны Панфиловой, которая была немногословна с ребенком. Хорошо помню, когда она привела в памятник, если вы помните, это было рядом с магазином «Кооператор» тогда, это Панфилова-Виноградова, там стоял памятник. Он такой, вот, и он говорит, дед, ну я вот смотрю, какой-то дядька стоит. Клянусь вам, клянусь, это было так. А сейчас Алуа, будучи историком и директором городского военного музея, активно собирает материалы о подвигах своего героя со всего мира. О героизме и славе Ивана Панфилова написано во всех учебниках. Он и его дивизия одержали победу в битве под Москвой, и все 28 человек получили высшую награду – Герой Советского Союза. Но мало кто знает, каким человеком великий командир был в глубине души и как он относился к своим собратьям. Бывают люди вишенка, и есть человек орех. Вот Панфилов в понимании – это человек вишенка. Сверху мягкий. Вы почитайте даже вот в Волоколамском шоссе, как он отдавал приказы. А там дальше обстоятельства. Он же не говорил там стоять насмерть, не пропускать или еще что-нибудь. Луа отмечает, что его подвиги и службу высоко ценил сам Сталин. Во время московской битвы пала вся 316-я стрелковая дивизия, которая вскоре носила звание гвардии. Потеря такого товарища, как Панфилов, тяжело ранила каждого человека, который его знал. Никого не хоронили так, как хоронили Панфилова. Вы просто поймите, война, гибли, гибли командиры армии, командиры фронтов, командир дивизии. Когда вынесли гроб с телом Панфилова, стоял эскадрон конников, шашки наголо. А пехота встретила его салютом. Через всю Москву на лафете пронесли тело, провезли. Одна из центральных улиц Алматы названа в честь великого героя. Каждый день по ней проходят сотни людей. Наша съемочная группа решила узнать, что помнят алматинцы о подвиге легендарного военачальника. В честь кого эта улица названа? В честь Ивана Васильевича Панфилова, командира дивизии. А чем он знаменит? Стояли при боях, в Великую Отечественную войну под Москвой. И все полегли. На самом деле, я насколько знаю, там подвигов было намного больше. Просто это был самый яркий такой эпизод, когда они защищали отступы, если не ошибаюсь, к Лакаламскому шоссе. Память о человеке жива, пока о нем помнят потомки. Не обязательно внуки родные или правнуки. Он же внес, как его дивизия внесла вклад в наше будущее. Алматы было остается очень значимым для потомков военачальника. Именно здесь была сформирована легендарная 316-я стрелковая дивизия, которую впоследствии переименовали в Панфиловскую. Сам Иван Васильевич очень любил Среднеазиатский регион и старался проводить здесь как можно больше времени. Сейчас в этом здании находится Алматинский музей народных музыкальных инструментов. Когда-то здесь жил генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Говорят, что именно здесь произошла его первая встреча с Бауржаном Умушилы, который впоследствии стал его близким другом и соратником. Денис Зимцов, Кублан Альдебеков, телеканал Алматы. Участвовать в рубрике «История моего деда» можете и вы, уважаемые телезрители. Пишите нам на WhatsApp 8 747 750 2502 и делитесь историями своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В Алматы стартовала Республиканская олимпиада среди студентов творческих специальностей. Она приурочена к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева. Конкурс продлится до 10 апреля. Участники будут соревноваться в музыкальном, вокальном и инструментальном мастерстве, а также дирижировании. По условиям состязания каждый конкурсант должен исполнить одно из произведений великого мыслителя, композитора и писателя, отмечают организаторы. Уникальность этого проекта в том, что он может стать стартовой площадкой для творческой молодежи страны. В творчестве Абая есть множество очень сложных и глубоких произведений, которые помогут раскрыть потенциал конкурсантов. По итогам соревнования лучших наградят дипломами и грамотами от имени Министерства образования и науки Республики Казахстан. Для участия в Олимпиаде было подано более 300 заявок со всех регионов Казахстана. Наиболее активными оказались студенты из Алматы, Нур-Султана и еще четырех городов. Оценивать конкурсантов будут представители ведущих творческих учебных заведений и культурных учреждений страны. В Алматы продолжается серия мероприятий, посвященных празднованию 1150-летия Аль-Фараби. Сегодня в Сапаев университете состоялся круглый стол времен «Связующая нить» от Аль-Фараби до Аль-Машани. В нем приняли участие представители ведущих вузов страны, а также ученые и академики. Собравшиеся обсудили значимость трудов казахского ученого-энциклопедиста Акжана Машанова в изучении наследия великого мыслителя. Акжан Машанов – один из первых казахстанских ученых-альфараби-ведов. Под его руководством была проведена огромная работа по переводу трактатов ученого на казахский язык. Акжан Машанов – выдающийся казахский ученый, писатель и педагог. Именно он доказал научному миру, что Аль-Фараби родился на казахской земле. Его в Перу принадлежат уникальные книги, научные и исторические труды, как «Аристотель Востока», об изучении наследия Аль-Фараби, великие ученые Средней Азии и Казахстана, Аль-Фараби и Абай и многие другие. Совместно с учеными Казахского национального университета мы ведем работу по более глубокому изучению трудов Акжана Машанова. Ведь именно в них содержится ценная информация о деятельности и наследии Аль-Фараби. В Алматы состоялась премьера спектакля «Кулханун-Кулы». В мегаполис пьесу привезли из Талдыкургана. Актеры театра имени Бекена Римовой попытались раскрыть в постановке образы коррумпированных чиновников, которые оказывают давление на рядовых граждан и донести до общества последствия морального поведения некоторых госслужащих. Жанна Тайтенова побывала на показе. Коррупция, мошенничество и предательство – самые нелицеприятные стороны современного общества. Это основной посыл постановки. По сюжету спектакля Аким Сила, Каирбек и его соучастник Ахмед совершили преступление. Они обманным путём распродали земли сельских жителей и обогатились на несчастье простых людей. Переступившие через моральные устои и совесть чиновники в итоге попадают за решётку. Театр – это не только танцы, песни и музыка в целом. Через такие спектакли мы хотим донести до общества о том, что никакое преступление не остаётся безнаказанным. Тем более, когда это касается простого народа. Деньги, заработанные на чужом несчастье, никогда не пойдут впрок. Примечательно, что большинство зрителей, пришедших на премьер у спектакля – государственные служащие. Можно сказать, что это стало своего рода театральной терапией, организованной городским департаментом Агентства по противодействию коррупции. Публика не только культурно отдохнула, но и получила полезную пищу для размышления, считают организаторы. Мы надеемся, что зрители получат не только удовольствие от спектакля, но и смогут сделать соответствующие выводы. Это не просто постановка, это своего рода воспитательная работа, в которой ясно показаны все последствия, которые грозят нечистоплотным чиновникам. Полуторачасовой спектакль о коррумпированных чиновниках, поставленный народным артистом Ерсаином Толиубай, был горячо воспринят алматинской публикой. Шанат Айтенова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Бешевную одежду из войлока, стилизованные изображения людей, национальные ювелирные украшения. Произведение ручной работы представили сегодня в музее Алматы. Авторы работ – студенты и преподаватели Института искусства, культуры и спорта Казахского национального педагогического университета имени Абая. Выставку «Гульдинген Коктем» приурочили к Международному женскому дню и наурызу. Авторы выставки считают, что эти творения должны увидеть не только дизайнеры, но также жители и гости мегаполиса. Примечательно, что большая часть работ создана преподавателями Института искусств. Авторы данной выставки – дизайнеры с большой буквы, но вместе с тем они ученые, исследователи. И являются преподавателями Национального университета имени Абая. То есть они готовят будущих дизайнеров одежды. Это значит, дает нам большие надежды, что в будущем с аудитории, где они преподают, читают лекции, выйдут замечательные профессиональные дизайнеры, которые будут прославлять дизайн нашего Отечества. Это был последний материал выпуска. Делиться новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщения на наш WhatsApp 8 747 750 2502. Через несколько минут не пропустите программу Акимат Лайф. Встретимся через несколько минут, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова